12 мая 2014 года. День, разделивший жизнь семьи Валеевых на до и после. До этого времени мальчик развивался согласно своему возрасту и каждый день радовал родителей маленькими успехами. Все началось после профилактического массажа. Полугодовалому мальчику стало плохо. Он все время плакал и не позволял для себя дотрагиваться. Через три часа малыша полностью парализовало. После анализов стало понятно. У Володи очень редкое заболевание – миелит, поражение спинного мозга. С тех пор обследование чередовалось одно за другим. Родители возили ребенка в Санкт-Петербургскую клинику. Сейчас Володя может двигать ручками и за счет них даже ползает, но нижняя часть тела так и остается неподвижной. К сожалению, на последнем МРТ спинной мозг не восстановился. Наверное, произошло самое страшное в плане спинного мозга. Спинной мозг атрофировался. То есть он, простыми словами, высох в одном месте на уровне седьмого позвонка. Маленькому Володе Валееву, сыну сотрудника Самарской полиции Евгения Валеева, очень нужна помощь всех неравнодушных. Через месяц Володя готова сделать операцию по трансплантации стволовых клеток. Медики Пекинской международной клиники. Только на это в семье нужны средства. Китайская клиника нам предлагает хороший шанс. То есть они говорят, что 88 процентов, процентов 90, допустим, грубо говоря, они говорят, что да, ребенок будет ходить, восстановится и все будет в порядке. Поэтому нужно ребенка лечить и возвращать к нормальному состоянию, чтобы он, как все дети, смог ходить, бегать, играть. По предварительным подсчетам, на лечение и реабилитацию малыша необходимы порядка двух миллионов рублей. Пока родителям Володе удалось собрать чуть больше 400 тысяч. Семья Валеевых будет благодарна всем, кто откликнется. Номер телефона папы Володи и реквизиты счета, на которые можно перевести деньги, указаны на экране. Валерия Квасневская, Артем Сулайманов. События.